Дорогие друзья, здравствуйте. Рита Якушева, волонтер финансового просвещения Республики Саха-Якутия и города Якутска, член торгово-промышленной палаты и участница проекта «Соведущий Якутск сегодня». Риту наши слушатели и зрители все хорошо знают. Также Рита автор рубрики «Заметки финансиста». И с вашей помощью, Рита, мы просвещаемся, учимся финансовой грамотности. Такой способ для ленивых, просто слушая какую-то информацию, она все равно откладывается, потом мы ее применяем в жизни. И еще сразу хочу, Рита, поблагодарить вас за то, что вы сегодня помогли мне организовать эфир, пригласили Марину Олеговну. И сегодня правильно, наверное, чтобы вы мне помогали, но честнее будет сказать, что я вам буду в сегодняшнем эфире помогать. Здравствуйте и спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. И снова мы в эфире. И тема сегодня очень интересная. Официально она звучит. Предпринимательство в Якутии. Вектор развития, совершенствования и поддержки. Но простым языком, может быть, мы сегодня тогда поговорим о том, кто такой предприниматель в Якутске, в Якутии. Чем отличается предпринимательство в нашем регионе от предпринимательства в других регионах России. И, конечно же, мы не сможем обойти своим вниманием форум, который в эти дни проходит. И проходит очень ярко и интересно. Там столько людей сегодня в новостях посмотрела. Думаю, ой, как интересно было бы пойти. Прямо как будто бы захватывает это зрелище. Вот и той информацией, которую я услышала. Может быть, мы еще сегодня поговорим о трендах, которые в предпринимательстве на сегодня, 2023 года, постребованы. Или как это правильно сказать. Марина Олеговна, первый вопрос, наверное, у меня к вам. Вы точно знаете, кто такой предприниматель. И чем отличается предпринимательство в нашем городе и в нашей республике от предпринимательств в других регионах. Расскажите, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Очень интересный. Очень такой он многогранный. Можно много об этом говорить. Поскольку я сама предприниматель с почти 26-летним стажем. И это, как говорится, мой путь. И я все об этом знаю. С чего мы начинали. И куда мы, в конце концов, пришли. Дело в том, что в начале 90-х, когда мы помним прекрасно эту историю, когда в стране изменилось абсолютно все. На тот момент мы, наша семья, мы жили в поселке Бадагай Верхоянского района. Я, собственно говоря, оттуда родом. И мы вот просто в один день остались без работы. И я, и муж. И это была трагедия для семьи. Потому что был маленький ребенок. Второго мы ожидали. И, собственно говоря, было совершенно непонятно, как семья будет жить дальше. Вот тогда было принято решение, что мы переезжаем в Якутск. Все-таки столица республики. Здесь, конечно, больше возможностей. А там мы посмотрим, чем мы займемся. Мы переехали в Якутск в 91-м году, в марте месяце. И, собственно говоря, через несколько месяцев мы уже стали предпринимателями. Хотя тогда очень расплывчатое было такое понятие. Всякими нехорошими словами называли тех людей, которые ринулись в эту пучину неизведанную предпринимательскую. Но, тем не менее... Бараги, трагаши, челночники и все такое прочее. Да. Вот, знаете, наверное, очень хорошо, я так считаю, да, что вот нас миновала эта стезя, да, и нам не пришлось челночить. А мы как-то сразу стартанули с очень крупного бизнеса, с ювелирного производства. Был построен завод. Это был в хорошем смысле Вавилон, поскольку это было совместное саха-американское предприятие. С нами работали американцы, итальянцы поставляли нам оборудование ювелирное, обучали наших специалистов с нуля, потому что ювелиров на тот момент не было вообще в республике. Были только люди, которые кустарным способом какие-то украшения из серебра изготавливали буквально на коленке. А так, чтобы это было именно производство, этого в республике не было. И вот надо сказать, ну, как бы вспомнить, да, это, мне кажется, интересный факт. Впервые именно на нашем заводе были установлены цепевязальные станки итальянские, которые вот начали вязать цепи. Это был такой прорыв в ювелирном производстве. Мы много лет работали. У меня было там своё направление экспериментальное. Была лаборатория ювелирная, называлась «Марина дизайн». И со мной работал специалист очень высокого класса, модельер, ювелир, который до этого 15 лет проработал в компании «Кортье» в Нью-Йорке. Вот. И наша задача была отрисовывать и выпускать капсульные, как сейчас принято говорить, коллекции. Мы работали с крупными полудрагоценными, драгоценными камнями. И мы всегда были звёздами всех выставок. И здесь, в Якутске, в Новосибирске, в Москве, в Питере. Даже выставлялись в Италии и во Франции. Это был очень интересный период. Вы освоили новую профессию, получается? Ну, в тот момент, да. Хотя я инженер-геодезист, и мне, в принципе, ювелирное производство, мы же с вами в магазинах видим конечный результат. А на самом деле это сложная работа, где есть и плавильная печь, где работают, я не знаю, каким-то там зубилом, какими-то такими очень простыми инструментами. Руки у ювелиров – это руки рабочего человека. Это очень непростой труд. И вот это вот вы всё умеете тоже сами? Ну, нет, конечно, мы были для этого специалисты. У меня было более творческое такое направление. То есть вот именно я принимала участие в разработке дизайна коллекции, принимала решение о том, что именно это, вот такую коллекцию, допустим, вот с этими именно камнями мы подготовим к этой выставке. Это был очень интересный период в нашей жизни. А потом… Да-да, слушай. Предприниматели – это люди очень смелые, как инопланетяне. Мне кажется, я вот сама всю жизнь на государственной службе. И я очень боюсь вот куда-то пойти, да, в какую-то неизвестность, а вдруг вот не получится у меня первая мысль. Вот почему кто-то идёт туда, да, и не боится, а кто-то вот так вот держится всю жизнь за государственную службу, и ему страшно. Я вот именно поэтому и рассказала вот начало нашей предпринимательской истории, потому что мы-то в бизнесе оказались вынуждены, да, потому что вот не было другого пути. Почему? Вы могли приехать в Якутск и устроиться на государственное предприятие. Вы же пошли сразу в свободное плавание и только на себя надеясь. Ну да, мы приняли на тот момент такое решение. Но дело в том, что мой супруг, он был таким человеком очень масштабным, много лет возглавлял крупное предприятие, приз Кадычанский в посёлке Лозон, и он был главой района Верхоянского, да, и то есть вот пойти вдруг устроиться кем-то, это, конечно, был не его путь. Ну а я, собственно говоря, вот плечо в тот момент тоже подставила, потому что были маленькие дети, ну и надо было помогать, вот выстраивать этот семейный бизнес. Это был очень интересный период. В дальнейшем, мы как-то и сами не заметили, наверное, да, но у нас появился ещё какой-то бизнес, это была продовольственная торговля, многие помнят, на проспекте Ленина 23, магазин «Гурман». Это вот первый такой магазин самообслуживания с хорошими продуктами, которые мы возили из Москвы. Этих продуктов здесь не было в Якутии. Ну, был очень популярный магазин. Потом мы открыли кафе сначала «Маргарита», который постепенно стал таким небольшим семейным рестораном. И вот это самый оказался такой долгоиграющий наш бизнес, который, собственно говоря, мы закрыли только в конце 16-го года. А почему закрыли? Потому что меня пригласили на госслужбу, и я решила, что этот опыт мне тоже интересен. А, всё-таки пошли на госслужбу. Да, да. Дети на тот момент уехали уже из Якутии. И муж как-то, в общем, не склонен был продолжать заниматься бизнесом. И мы закрыли. Есть такой момент, знаете, какого-то выгорания даже, когда хочется чем-то другим заняться. И вот я была приглашена в качестве заместителя министра труда и социального развития. Почему я согласилась на эту работу? Потому что передо мной была поставлена задача привести в социальную сферу предпринимателей. Потому что, ну, откровенно говоря, государство просто не справлялось с тем количеством нуждающихся в государственных услугах социальных вот на тот момент. И мы тогда за полгода каким-то образом удалось убедить предпринимателей всё-таки в эту сферу зайти. Потому что на тот момент было вообще непонятно, как на этом можно зарабатывать. Как можно зарабатывать на пожилых гражданах, на инвалидах, ну, вроде даже как аморально. На самом деле во всём мире это такая же сфера бизнеса, как и любая другая, ну, со своими, конечно, нюансами. И мы вот тогда в 17-м году буквально за полгода запустили 10 частных пансионатов для пожилых граждан и инвалидов, которые моментально, вот просто моментально помогли ликвидировать очерёдность государственного учреждения. Это в городе, в Якутске? Это здесь, да, в Якутске. И это вот было в 17-м году. И эти пансионаты все до сих пор работают. Они сейчас все являются руководители пансионатов членами торгово-промышленной палаты. Я даже не знаю, что их много, 10. Да, да. И дело в том, что вот в этих частных пансионатах, вы сейчас удивитесь, проживает на постоянной основе более 500 пожилых граждан и инвалидов. И это огромная поддержка государства. И Министерство труда и соцразвития признаёт это, работает с ними. И это чудесная история. Причём эти люди являются активом торгово-промышленной палаты, создали комитет социальных предпринимателей, объединились в ассоциацию. То есть это вот такая, да, долгоиграющая история, очень перспективная. То есть можно сказать, что предприниматель – это тот человек, который может адаптироваться к ситуации. То есть он может не побоиться примерить на себя роль, роль лидера, руководителя, войти в какую-то другую сферу, абсолютно ему неизвестную, но интересную для него. То есть вы, скорее всего, это так, да? Это, безусловно, так, потому что ты на самом деле шагаешь на абсолютно неизвестную тебе дорогу. Многие, да, совершают ошибку, иногда роковую, когда решают заняться чем-то тем, что нравится лично им. Вот мне это нравится, и я вот поэтому этим буду заниматься. Но дело в том, что прежде чем ты откроешь вот именно такой ресторан, допустим, какой-нибудь вьетнамской кухни, для примера, да, или откроешь магазин там рокерской одежды, да, надо, конечно, посмотреть, присмотреться к рынку. И, знаете, вообще я бы не советовала ориентироваться чисто на свой вкус и вот на свои представления о том, что это хорошо. Да. Ты, в конце концов, будешь работать для людей, и конечная твоя цель – получить прибыль. Да. И вот мы учим предпринимателей не стесняться об этом говорить. Бизнес – это всегда про деньги. Ну да, когда мы обучаем предпринимательство, вот я обучаю студентов предпринимательской деятельности, и в первую очередь суть предпринимательства, она как раз в извлечении прибыли. То есть если твой бизнес не приносит тебе прибыли, то ты не должен им заниматься. Ты должен закрыть этот проект и поменять направление, потому что суть бизнеса – это извлечение прибыли. И как интересно, да? И вот много лет было не принято про это говорить, именно потому что был какой-то у предпринимателей такой достаточно негативный бизнес, да, не хочется сейчас повторять те слова, которыми предприниматели называли, все мы их знаем. Вы знаете, многое изменила пандемия, когда вдруг стало понятно, что никому, кроме предпринимателей, некому больше нас кормить, одевать, обувать, лечить даже в конце концов, да? – Фотографии начали показывать. – Да, но это, наверное, уже ближе к сегодняшнему дню, да, фотографии? – Да, да, ну я могу прокомментировать. – Конечно, прокомментируйте. – Ну вот на этой фотографии, это буквально фотография вчерашнего дня, это выездное заседание семейного совета, так называемого, да, при ТПП Российской Федерации, в городе Владивосток оно сейчас проходит, а в прошлом году мы принимали этот выездной совет во главе с вице-президентом ТПП России Еленой Николаевной Дыбовой, и это было замечательное мероприятие. А вот сейчас на фоторяд, это вот позавчерашнее наше мероприятие, это уже третий наш традиционный семейный форум, который мы проводим во рту дойду, это место силы для нас, и этот форум мы каждый год как бы пополняем какими-то свежими, новыми идеями, новыми полезными площадками для бизнеса. В этом году это была обучающая программа, значит, с участием федерального спикера, это Павел Вербняк там приезжал, и людям очень понравилось. Затем мы презентовали финансовую платформу ТПП, сейчас членами Палаты является уже 8 банков, и мы являемся их партнерами. И что это значит? Это значит, что любой предприниматель, не только член Палаты, по принципу одного окна может получить услуги всех этих банков у нас в ТПП. То есть открыть счет, зарегистрировать даже бизнес можно, это бесплатная услуга, а также подать заявку на кредитный продукт, получить консультацию, это все можно в Палате. Замечательно. А почему, Арту, дойду, место силы для вас? Ну, это семейный форум, форум семейных предпринимателей. Это наша программа, которую мы с 2021 года активно реализуем. Вообще, это проект ТПП Российской Федерации, и патронирует его лично Сергей Николаевич Катырид, президент ТПП России. А суть такова, что для России, ну, для России, в принципе, семейный бизнес, это уже не такое новое понятие, на слуху семейные династии Демидовых, Морозовых, Мармеладовых и так далее. И когда-то эти люди являлись меценатами, их имена, их фамилии история сохранила, вот сотнями лет сохраняет. Эти люди очень много сделали для государства, для населения страны. И сейчас вот через этот проект идет возрождение этих традиций. То есть, как любит говорить Елена Николаевна Дыбова, через этот проект мы семейные компании как бы ставим на пьедестал и объясняем им, что вы не просто семья, где мама с папой создали бизнес, дети перебегают после школы, помогают, мама стоит там с заказовым аппаратом. Нет, ребята, вы полноценная боевая единица социально-экономического развития республики и страны в целом. Если сейчас вот мы в этом году, да, при поддержке главы республики Айсона Сергеевича Николаева нам удалось принять закон, вносящий дополнения, изменения в закон о развитии предпринимательства в республике Саха-Якутия именно в части определения статуса, кто же такие семейные предприятия. Есть, конечно, ряд условий, которым надо соответствовать. Это уже не просто я работаю, вы мне помогаете. Все члены семьи трудоустроены официально. У предприятия есть директор, есть замдиректора, у каждого есть должность, у каждого есть заработная плата. Каждый получает деньги и за него оплачиваются отчисления, налоги, все фонды и так далее. То есть это полноценное предприятие. Только при соответствии этим критериям семья может претендовать на некие дополнительные меры поддержки, как финансовые, так и иные, грантовые, субсидии и так далее. Это сейчас у нас в работе, но первый шаг сделан, и мы стали пятым регионом, и вот такой закон был принят. И для укрепления семьи, да? Хорошо. И с выбором профессии дальнейших вопросов нет. То есть, конечно, сын горняка, а тут дочерния, дочерния. Формируется династия. Во-первых. Во-вторых, ничего кроме пользы. Вы создаете рабочие места, причем не кому-то, а своим родным людям. Ваши дети уже не идут работать на кого-то, они стоят с протянутой рукой на бирже труда, условно, а они работают, приносят пользу семье, прежде всего. Вот там есть, конечно, нюансы, там и раздел имущества, если дети захотят отпочковаться, там, да, как-то свой бизнес. Это вот все сейчас мы прорабатываем, и это все будет в законе прописано. Дети обучаются тогда смотреть в мир, что интересно в мире. Я почему удивлюсь, потому что психологи же говорят, смотри в себя, то, что хочешь, то и делай, что не хочешь, что не делай. А тут, получается, тогда ты не успешен, тогда нужно все-таки, значит, смотреть на то, что нужно, то, что ждут от тебя, или вообще ждут люди вокруг. Вот вы знаете, да, уже вот с 21 года мы занимаемся реализацией этого проекта, и у нас есть потрясающие успехи, когда вот просто у нас на глазах семейные предприятия, которые вот, ну, просто на самом деле, на тот момент, когда они вот к нам пришли в палату, да, ну, такое было достаточно зрелище, ну, не очень, да, потому что как-то вот дети нетрудоустроены, ну, у детей работы нет, вот дети получили образование, работать негде, и как-то все, вот маленький бизнес, и как выживать, вот так стоял вопрос. За счет участия вот в этом проекте, а он всероссийским является, вот эти компании, вы знаете, у нас на глазах за пару лет масштабировались колоссально. То есть вот есть компания, которая начинала с небольшого частного пансионата, откуда я знаю этих людей? Они ко мне пришли в палату, потому что знали меня еще по министерству труда, ну, как-то доверяли мне, да, потому что на тот момент я их привела в этот социальный бизнес, ну, вот они как-то на этом остановились, пришли, вступили к нам в палату, я им предложила поучаствовать вот в мероприятиях этого семейного проекта. Вы знаете, бизнес, который здесь был в Якутске, на данный момент, вот они сейчас стали победителями конкурса семейных предприятий этого года, это семья Рожиных, значит, они, бизнес, который был в Якутске, вот этот пансионат, который сейчас уже, это 100 человек, они, если было 30, койко-мест, сейчас это уже 100, уже есть медицинская лицензия, уже они сейчас открывают еще реабилитационный центр при своем пансионате, они передали старшему сыну, старший сын, сейчас вот директор, полноценный предприниматель, а сама семья, а в семье шестеро детей, вот кроме этого Эдуарда, еще пятеро, есть совсем маленькие, семья снялась с насиженного места и переехала в Амгинский улус, они там построили дом и начали вот просто, вот знаете, на глазах у нас масштабироваться, сначала они открыли пасеку, на сегодняшний день их мед, победитель всех конкурсов, лучший мед вообще в республике, потому что там есть какие-то нюансы, они вот добились того, что их мед стал лучшим, это признанный факт, следующий этап, они открывают птицеферму, вот скороспелых этих птиц, они выращивают и это имеет грандиозный успех, потому что вот сейчас вот на ярмарке они стоят, они в первый же день продали все, все, что было, вот, теперь третий этап, они занялись культивированием, выращиванием, сохранением верхоянской породы лошадей, она какая-то совершенно уникальная, особенная, вот они занимаются сейчас этим... Трудолюбивые, да? Да, это фантастика просто, причем это все происходит у нас на глазах, вот на этих обучающих курсах, на которые они выезжают в рамках этого семейного проекта, они работают, с ними работают очень такие продвинутые качественные тренеры, потом, знаете, они с людьми знакомятся, у них теперь друзья, вот эти семейные предприятия со всей России, они друг у друга что-то берут, у них уже вот такие семейные совместные проекты, это чудесная история, вот сейчас я у Саргаланы Афанасьевны спрашиваю, а куда дальше-то будете двигаться? она говорит, в туризм, мы же в Амге, будут строить, на следующий год будут открывать туристическую базу. Про то, куда двигаться дальше, мы буквально через 4 минуты продолжим, дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, будем говорить про интересное. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем говорить о предпринимательстве нашей студии, люди, которые знают об этом все, это Марина Богословская и Рита Якушева. Марина Олеговна, вы являетесь президентом Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, расскажите, пожалуйста, о том, что такое торгово-промышленная палата, какие цели и для чего и кому она нужна. Да, Светлана, спасибо за вопрос, это мой любимый конек, я сейчас все расскажу. Торгово-промышленная палата в 2021 году, именно торгово-промышленная палата Якутия, исполнилась уже 30 лет, то есть достаточно такая большая история, хотя сам Союз торгово-промышленных палат России, он, конечно, имеет гораздо более такую долгую историю, еще указом Екатерины Второй была создана торговая тогда палата, которая объединяла купцов, но тогда их цель была, ну не то, чтобы там какой-то меры поддержки или что-то, тогда об этом речи нет, купцов объединили для того, чтобы им было проще заниматься меценатской деятельностью, строились церкви, школы, больницы, это была вот такая история, и слава богу, вот она имеет продолжение, 30 лет уже в республике палата существует, я возглавила палату в июле 21-го года, и, ну, собственно говоря, два с половиной года руковожу палатой, я считаю, что вот именно в этой ситуации я как бы попала на свое место, да, потому что вот тот весь большой опыт, который у меня есть предпринимательский, 26-летний, причем очень разнообразного бизнеса, а также большая общественная деятельность, мне посчастливилось в течение двух созывов быть заместителем руководителя общественной палаты Республики Саха-Якутия, а также членом общественной палаты Российской Федерации, и это, конечно, опыт замечательный, да, и которым надо делиться, надо его передавать, то есть владею инструментами общественной деятельности, ну, плюс предпринимательский опыт, это как раз то, что нужно торгово-промышленной палате, потому что, по сути, это общественная организация, мы НКО, мы работаем, ну, НКО особенное, да, единственное НКО в стране, которое имеет свой федеральный закон, закон о торгово-промышленных палатах Российской Федерации, также с 2019 года у нас есть свой региональный подобный же закон, это, конечно, нам облегчает деятельность, взаимодействие с руководством республики, с которым у нас тоже, с правительством, есть соглашение, есть соглашение о сотрудничестве со многими министерствами, которые так или иначе влияют, да, на предпринимательский климат и сотрудничают с бизнесом, также есть соглашение с администрацией города Якутска, который всячески нас поддерживает в реализации наших проектов, у нас много совместных мероприятий, то есть это вот такая работа, как я уже говорила, да, существует система торгово-промышленных палат России, насчитывающая 166, даже уже побольше, организаций, почему такое большое количество, хотя, казалось бы, субъектов, для субъектов меньше, да, Российской Федерации, это потому, что центральные регионы России, они более густо населены, чем, скажем так, Якутия, да, и есть города-миллионники, которые тоже имеют свои палаты, такие уже территориальные. Как ваша палата поддерживает предпринимателей нашего города? И давайте вернемся еще ко временем пандемии, вы начали как раз так интересно рассказывать, да, что в то время, вот, как бы выживали вообще предприниматели в нашем городе? Да, торгово-промышленные палаты, все вообще российские, наше не исключение, мы работаем по единому стандарту торгово-промышленной палаты Российской Федерации, то есть мы оказываем бизнесу ряд услуг, это сертификация, это экспертиза, это образовательные программы, кроме этого, в этом году мы запустили еще такую услугу, как медиация, то есть досудебное разрешение споров, вот образовательную программу вместе с Ритой мы запустим в ближайшее же время, это переводы, это, я не знаю, бизнес-миссии, выставочно-ярмарочная деятельность, всем этим мы занимаемся профессионально, вовлекая людей не только в бизнес, но и в общественную деятельность, что очень полезно для общества, потому что каждый предприниматель это кладезь опыта, и вот я всегда призываю предпринимателей не зацикливаться только на бизнесе, обязательно идти, вступать в какую-то общественную организацию, находить для себя интересную площадку и реализовываться как общественный деятель, делиться своим опытом, это серьезно облегчает жизнь, так скажем, тем, кто идет за нами, следующим поколением предпринимателей. Бизнес очень себя хорошо показал во время пандемии, вот конкретно у нас в ТПП прямо родилось волонтерское движение, мы на своих машинах развозили врачей, собирали анализы, ну в смысле не то, чтобы мы брали анализы, но вот помогали со сбором материалов, развозили продукты, людям, которые сложно было сделать это самим, там дойти до магазина, пожилым гражданам, больным, и это чудесно, и мы по сей день продолжаем волонтерить. Предприниматели-то помогали, а им-то кто помогал, они же остались без возможности работать в то время, многие из них. Вы знаете, дело в том, что государством, конкретно нашим республиканским правительствам были приняты вообще беспрецедентные меры поддержки, вот беспрецедентные, то есть, во-первых, ставка налогообложения была серьезно снижена, во-вторых, некоторые сферы бизнеса, особенно социальной, серьезно деньгами поддерживались, бюджетными. Вот я просто на примере социальных предпринимателей, о которых я уже рассказывала, частные пансионаты, дело в том, что они для того, чтобы получать деньги из бюджета, они должны быть и должны являться участниками реестра Министерства труда и социального развития, именно не государственных поставщиков социальных услуг и подписать с Министерством соглашения, что они работают по тарифам и стандартам Минтруда. То есть, это налагает на них определенные обязательства. И вот во время пандемии карантины же были в таких учреждениях, где проживали пожилые люди, больные люди, и так же, как в государственных учреждениях, то есть, формировалась бригада, которая сдавала ПЦР, вся проверенная, и запиралась на две недели вместе с контингентом, вот просто на ключ снаружи. Они не могли оттуда выйти, не могли видеться с семьями, они вот просто работали. И это тяжело морально, физически, эмоционально, как угодно. И когда вдруг мы узнали, что государство доплачивает сотрудникам государственных учреждений, подобных социальных, очень хорошую, дополнительную как бы делает выплату, мы поставили перед Минтрудом вопрос от ТПП, от Ассоциации социальных предпринимателей, о том, что если люди по соглашению с Минтруда, точно в таких же условиях работают, почему они обделены этой выплатой. Моментально было принято решение, и люди в течение всей пандемии получали к своей зарплате очень хорошую выплату дополнительную. То есть уже настало такое время, когда предприниматели воспринимают как полноценных участников социально-экономических всех процессов. То есть нет такой уже дележки, что ты предприниматель, иди сам на себя заработай. Если ты взял на себя обязательства государства, те или иные, государство будет тебе платить. А вот те, которые не могли работать, которые закрывали магазины, ведь очень многие магазины были закрыты, торговые центры, потому что нельзя было туда приходить. Такие люди были вынуждены распустить своих подчиненных, сотрудников, и тех оставили без зарплаты, и сами. Вот если вдруг такая ситуация повторится, мы ни от чего сейчас не можем быть застрахованы, как и какая поддержка будет. Я поняла вопрос, и вы знаете, и на это у меня тоже есть ответ. Во-первых, уже нельзя сказать, что государственная машина какая-то такая неповоротливая, как мы много лет говорили, мы привыкли, что очень долго принимаются решения. Вот в настоящее время решения принимаются, вот пандемия нас этому научила, практически моментально. То есть то, что касается... Жить нас научила, жизнь нас сейчас. Научила, да, где-то даже спасибо пандемии, мы очень сильно все организовались как-то, собрались, понимаете, вот уже мы поняли, что уже невозможно просто так как-то по жизни тащиться, не спеша. Надо действовать, надо сосредоточиться, собраться, объединиться, в конце концов. Получается, те люди, которые остались без заработка, без места работы, в силу того, что предприятия закрывались, для них моментально были организованы очень хорошие программы по линии Государственного комитета занятости населения. То есть можно было встать на учет, начать получать вот эти вот выплаты, потому что у тебя есть основания. Да, да, да. Ты по объективным причинам потеряла работу, не просто так. Значит, были организованы курсы образовательные, когда людям давали просто новую специальность и выплачивали им деньги для того, чтобы они могли организовать, создать свой бизнес. И это неплохие деньги, это где-то в пределах 300 тысяч человек получал на руки, но при этом он получал специальность либо парикмахера, либо там, я не знаю, еще много. Это социальный контракт? Да, да, да. Такая большая сумма выдается. Нет, социальный контракт, это немножечко другое, это по линии Минтруда. Это на самом деле малоимущим семьям выдаются тоже деньги, порядка 300 тысяч, на открытие своего дела. А это разовая такая сумма. Да, вы ее получаете, она, ее не нужно возвращать, ну, конечно, должны будете потом отчитаться, что вы свой бизнес открыли. А это еще дополнительная мера по линии Государственного комитета занятости, и это чудесно, очень многие люди этой возможностью воспользовались, и это замечательно, да. А вот то, что касается предпринимателей, которые вынуждены были, ну, по известным причинам, закрыть свой бизнес, вы знаете, наш бизнес, он уникальный. Вот в начале мы с вами перед передачей это проговаривали, да, чем же отличаются якутские предприниматели от любого другого. Вот именно потому, что нас здесь мало, вот такой конкуренции какой-то, вот такой, как, ну, принято, да, думать, среди наших предпринимателей нет. Все очень мирно уживаются, все друг другу помогают, как, например, вот я очень люблю приводить этот пример с социальными пансионатами. Они все друг другу, конечно, конкуренты, но ведь люди поняли, что проблемы-то все равно у всех общие. И они объединились в ассоциацию, они объединились в комитет торгово-промышленной палаты, и они взаимодействуют замечательно. Закуп вот этих СИЗов, да, во время пандемии, закуп продуктов питания. Мы берем оптом, мы берем на всех, это уже дешевле. Они научились экономить деньги, они научились сотрудничать, и это вообще прекрасная история. Мне кажется, это круто, если нет вот такой конкуренции, потому что ты пришел, например, только с одной идеей, да, в это сообщество, а ушел, у тебя 20 идей еще, что-то с ними поделимся. Взял еще там себе там. Все равно же, да, меняются друг другу сами. Вообще, они настолько, они просто друг другу помогают, хотя я говорю, что это бизнес один и тот же, и, собственно говоря, всегда должна быть какая-то вот борьба-то, да, потому что пожилые люди, они же приходят в пансионаты, за ними же еще и деньги идут, вот, а вот они готовы делиться. У меня сейчас нет для семейной пары, вот я просто сижу у них в чате этой ассоциации, и я вижу, как они переписываются. Значит, коллеги, мне поступила заявка, семейная пара, у кого есть двухместный номер, у меня сейчас все занято. Да, да, мы возьмем, понимаете? А семейная пара, это, знаете, достаточно большие деньги ежемесячно. И вот я просто закончу, мысль, чем еще бизнес якутский отличается от любого другого, ну, мало того, что в очень суровых условиях мы ведем здесь, да, это налагает свои, конечно, трудности, но в то же время романтику, да, закаляет. Это серьезно закаляет. И еще есть одна особенность. Наши предприниматели очень любят учиться. Очень любят. Вот такого количества тренингов, семинаров, каких-то образовательных программ, как здесь, в Якутии, и когда полные залы, понимаете, и когда вот эта жажда знаний, такого вы не увидите больше нигде. Это вот наши, наши такие особенности. И вот во время пандемии, мало того, что люди друг другу помогали и выжить, и как-то вот объединяли бизнес, да, ну, вот не разноплановый, конечно, вот, допустим, у вас торговля, там, продовольственная, у меня торговля. Люди объединялись, создавали какую-то вот площадку виртуальную и начинали работать через, ну, тогда еще можно было через Инстаграм, в ВКонтактах, через Фейсбук, начинали продавать свой товар виртуальный, с доставкой. И, ну, кто-то, конечно, кто не смог перестроиться, тот закрылся. А многие выжили, многие выжили именно благодаря тому, что вовремя сумели перестроиться. И вот начать работать вот этими современными методами, которые, может быть, если бы не пандемия, они бы когда-то к этому пришли, но еще очень не скоро. А здесь вот такие условия заставили людей сосредоточиться, собраться. И вот, как говорится, это все, собственно, помогло им спастись во время пандемии. Еще в Торгово-промышленной палате молодые начинающие предприниматели могут научиться и перенять опыт уже успешных бизнесменов, уже тех, кто ведут свой бизнес долгие там десятилетия, у кого есть огромный опыт, которые исследовали свои предпринимательские деятельности уже несколько сфер. И всех рекомендую молодым начинающим предпринимателям, тем, кто хотят начать свое дело, обратиться и обращаться постоянно в Торгово-промышленную палату. Тем более, Марина Олеговна сказала, что это сейчас уже как центр оказания услуг для начинающих предпринимателей, действующих предпринимателей. И, в принципе, деятельность Торгово-промышленной палаты, она, безусловно, очень полезна. Отметили вы, что люди у нас, предприниматели, хотят учиться, но с удовольствием, да, но есть люди, которые с удовольствием учат, вот как Рита Якушева, столько много информации. Ну, это как раз то, о чем говорит Рита, когда есть опыт и есть желание его передать тем, кто идет за нами. Вот это тоже большое отличие нашего бизнеса, да, у нас нет людей, которые не готовы поделиться своими наработками, ответить на вопросы молодого, допустим, поколения. Да и не только, нет, дело в том, что в бизнес приходят же не только молодые, да, есть люди, которые на самом деле много лет где-то работали на службе, по найму, а потом вдруг решают открыть свой бизнес уже вот в этих современных условиях. Им, конечно, нужно от чего-то отталкиваться. Таких обращений к нам достаточно много, и мы всегда находим возможность найти им наставника, так скажем, да, попросить какого-то бывалого уже такого опытного предпринимателя, ну, вот взять, да, человека, чему-то научить, провести по своему предприятию. Кстати, у нас есть хороший проект «Ходим в гости». Это когда мы собираемся и идем на предприятия членов торгово-промышленной палаты, просто смотрим, как они работают, чем занимаются, это очень интересно. Ещё за время рекламы вы сказали, что есть проекты, когда вы за границу вывозите предпринимателей, да? Это, как бы, такие проекты по организации бизнес-миссии. У нас есть... Бесплатно, просто сбираете команду, бесплатно везете по обмену. Ну, не то, чтобы прямо бесплатно, участие, конечно, оргуснос определенное есть, то есть люди оплачивают сами проезд, свое проживание, но чем хороши бизнес-миссии, то есть если вы имеете интерес, ну, допустим, в той же Китайской Народной Республике, куда мы вот буквально два месяца назад вывозили бизнес-миссию из 30 предпринимателей, членов палаты, это то, что сначала вы приходите к нам в палату и рассказываете нам, что бы вы хотели получить от этой поездки, с кем бы вы хотели встретиться, какие вам нужны товары или какие вам нужны партнеры, вообще что вы хотите получить, какой результат. И мы для вас эту работу делаем. И когда вы туда приезжаете, вас встречает машина, с вами все дни работает переводчик, вам организованы уже все встречи, это совершенно уже другие итоги этой вашей поездки. Вы не просто приехали и, условно говоря, никому не нужны, погуляли и вернулись не с чем. Вас ждали. Да, потом, знаете, вас там ждут и для вас все организовано. Кроме этого, мы в тесной связи работаем с такими организациями, как Адентство по привлечению инвестиций и Центр поддержки экспорта. Потому что у них есть бюджетные деньги, а у нас есть предприниматели, желающие ими, этими возможностями, деньгами воспользоваться. И мы вот помогаем друг другу найти. И это тоже интересная история. Вот сегодня мне пишет наш предприниматель, который является, Сергей Владимирович Бережнов, он является руководителем родовой общины Алайха, который вот эту рыбу, которую мы так любим, строгать, готовить, и вся страна теперь уже любит эту нашу рыбу. Вот он занимается выловом. Как раз вчера, омуля, нигде-нибудь, а в Чукурдахе. И весь его бизнес находится там. А потом кораблями, в рефрижераторах они везут сюда эту рыбу. Вот в этом году, допустим, вот в этот улов осенний 150 тонн он добыл. Сейчас мы ему помогли совершить поездку в Гонконг. Вот он сегодня мне оттуда пишет. Говорит, сегодня вечером мы уже вылетаем в Якутск. Я заключил контракт, работы становятся только больше. А я ему пишу, так это же счастье. Это же счастье, когда много работы. Это стимул для развития. Вот приедет, будет нам рассказывать. Это вот при поддержке центра, значит, центра поддержки экспорта. Мы организовали вот эту поездку. Дорогие гости, большое вам спасибо, что вы сегодня нашли время. Я так интересно рассказали про предпринимательство. Я теперь чуть ближе к этой теме. А слушателям и зрителям я хочу сказать спасибо за то, что вы были вместе с нами. Всем хорошего вечера, пятницы и хороших выходных. Спасибо за приглашение. Спасибо за внимание.